Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Итоги дня в сегодняшнем выпуске Вестей. И вот же, чем мы расскажем. В Карачаево-Черкесии дополнительно сформированы пять мобильных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту. Завтра национальный день донора в России. Акция началась уже сегодня. Донорская кровь и ее компоненты необходимы в госпиталях. Рерихи и Кавказ. Картина и галерея. Открылась передвижная выставка о выдающемся художнике, философе, писателе, путешественнике. Репортаж Вестей. Всероссийский отборочный турнир по самбо памяти Мухаммеда Кунижева. Сколько медалей завоевали борцы республики. Вопросы поддержки военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, обсудили сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов и исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков. На встрече говорили о результатах совместной работы по реализации поручений президента России по обеспечению безопасности государства, поддержке военнослужащих. Владимир Кочетков отметил мужество и профессионализм военнослужащих из Карачаева-Черкесии, которые выполняют поставленные задачи в зоне СВО. Многие из них награждены боевыми государственными наградами за проявленную самоотверженность. Пять мобильных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту дополнительно сформированы в Карачаево-Черкесии. Представители Республиканского военкомата разъясняют всем желающим о преимуществах заключения контракта. Так, с 16 апреля значительно увеличена единовременная региональная выплата. Есть и другие меры поддержки военнослужащих и членов их семей, о которых рассказывают подходящим к мобильным пунктам. Изменения в региональной выплате с 200 тысяч на 400 тысяч. В 2023 году 100 тысяч составляла региональная выплата. В Республике у нас в каждом районе находится такой мобильный пункт для того, чтобы информировать граждан о военном службе по контракту, о том, какие условия. 81 год назад во время Второй мировой войны было создано Главное управление контрразведки СМЕРШ. Отделы в войсках НКВД решали следующие задачи проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу со шпионской диверсионной деятельностью, борьба с предательством и изменой Родине. Дезертирством и многие другие течения. Контрразведка СМЕРШ за период с мая 43 по август 44 года выявила 293 изменника Родине. СМЕРШ играл большую роль в распространении сталинской системы террора на страны Восточной Европы, где установились дружеские к Советскому Союзу режимы. К другим темам. С 15 по 21 апреля в России проходит неделя популяризации донорства крови. В рамках акции «Знаю, умею, помогаю» в Карачаево-Черкесии были организованы мероприятия, в которых приняли участие активисты различных общественных и образовательных организаций. Подробности в сюжете корреспондента Артур Амкцы. 20 апреля в России отмечают один из важных социальных праздников – День донора. В Карачаево-Черкесии его по традиции отмечают проведением акций с привлечением всех желающих. В этом году участие в сдаче крови и ее компонентов приняли активисты «Единой России», навигаторы детства, педагогический коллектив Северокавказской государственной академии, ряд общественных организаций и служб реагирования. Наше региональное отделение решило присоединиться к этой акции в рамках нашего партийного проекта «Здоровое будущее». В данный момент наш актив, наши волонтеры, молодогвардейцы проходят здесь инструктаж и будут сдавать сегодня кровь. Столь многолюдно в здании и станции переливания крови бывает далеко не всегда. Специалисты учреждения надеются, что увиденному последуют и другие. Ведь донорская кровь и ее компоненты сейчас крайне необходимы, в том числе в госпиталях для переливания нашим бойцам, получившим ранения в ходе специальной военной операции, а также пострадавшему гражданскому населению. Нужны компоненты крови и фармакологии. Я сегодня первый раз и горжусь собой, что я наконец-то дошла, потому что планировала это сделать уже достаточно продолжительное время. Считаю, что это малое, что мы можем сделать для наших граждан. Мы навигаторы детства, призываем всех присоединиться к этой замечательной акции. Передвижная лаборатория Федерального медико-биологического агентства припаркована на территории Северокавказской государственной академии. Сегодня студентам и педагогам предстояло вновь пройти знакомую процедуру. Коллектив Даникони в первый раз принимает участие в безвозмездной сдаче крови. Знаю, умею, помогаю. Вот в этих трех словах заключается весь смысл донорства крови и ее компонентов. Знаю, что кровь нужна. Умею, умею, потому что здоров. Помогаю, потому что зов сердца. И это очень главное в наше время и на сегодняшний день это очень актуально. Сухое слово мероприятие, но за ней стоит очень большое тепло, большое сердце каждого человека, который сегодня готов отдать в буквальном смысле свою кровь для того, чтобы оказать максимальную помощь тем ребятам, которые в этом особо нуждаются. По словам организаторов, о проведении подобных акций и их значимости гражданам необходимо рассказывать как можно чаще. Может быть, прямо сейчас ваша кровь или ее компоненты могли бы спасти чью-то жизнь. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня в ауле Учкулан Карачаевского района выявили лучших жеребцов карачаевской породы по итогам трехдневного конного перехода. Оценивались ходовые качества и внешние показатели. Всадников и их четвероногих друзей накануне с почестями встретили в Большом Карачае члены правительства Карачаево-Черкесии, руководство Карачаевского района и жители. Подводя итоги конного вояжа, экспертная комиссия определила топ-20 жеребцов, показавших наилучший результат. Смотр начался с выводки. Владельцы лошадей выгуливали их по кругу, чтобы жюри смогло оценить их по экстерьеру. Жеребцы-победители допущены к различным конкурсам и завтрашней выставке. Сейчас прогноз погоды. После мы расскажем о передвижной выставке «Рерихи и Кавказ» в всероссийском отборочном турнире по самбо. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза в отдельных районах сильный, с градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер восточный 6-11, днём будут порывы до 18. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 8, а днём 21-26 градусов тепла и местами до плюс 19. В южной части высокая пожароопасность. В Черкесске ночью кратковременный дождь и днём без существенных осадков. Ветер восточный 6-11, днём будут порывы до 18. Температура ночью 11-13, а днём 23-25 градусов тепла. Завтра в Черкесске состоится республиканская сельскохозяйственная весенняя ярмарка на площадке сетевого магазина «Гиперлента». Она будет работать с 8 до 16 часов. Передвижная выставка «Рерихи и Кавказ» – также работа молодой художницы, дизайнера и педагога Лейлы Шуковой. Сразу две выставки открылись в картинной галереи музея-заповедника с экспозицией «Репортаж» Аллы Динаевой. Выставка «Рерихи и Кавказ» – это совместная работа Санкт-Петербургского государственного музея Института семьи Рерихов и Пятигорского краеведческого музея. И посвящена она 105-летию посещения Кавказских минеральных вод Николаем Рерихом летом 1913 года. Художник и мыслитель Николай Рерих впервые оказался на земле Кавказа, курортного региона Кавказских минеральных вод и его лучшего города – курорта Кисловодска. О выдающемся художнике, который является яркой фигурой русского символизма и модерна, философе, писателе, археологе и путешественнике Николай Рерихе, собравшимся рассказал заслуженный художник Карачева-Черкесии Мухаммед Хахандуков. Он известен тем, что поехал исследовать Тибет. Там он столкнулся с этими монахами и понял, что там древнейшие знания о древних цивилизациях. Он начал это исследовать и написал несколько больших книг. Облака, единоборства, эти и другие репродукции впечатляют. Выставочный проект «Рерихи и Кавказ» состоит из пяти разделов, каждый из которых открывают информационные баннеры. Красоту мира через восприятие молодой художницы, дизайнера и педагога Лайлы Шуковой можно посмотреть во втором и третьем залах картины галереи. Они у меня в разных техниках, в разных жанрах. В основном я рисую пейзажи и я их рисую сухой пастелью, иногда акрилом. Картина галереи – это первая выставка. До этого я проводила свою первую выставку при институте на втором курсе. Это было в библиотечном центре. А вторую выставку я провела в прошлом месяце уже тоже в академии на первом этаже, на факультете дизайна и искусства. 47 работ Лайлы Шуковой, выполненные в разных техниках и жанрах, представлены в двух залах картинной галереи. Я хочу поздравить молодую художницу с дебютом, с неплохим дебютом. Она занимается дизайном, она занимается живописью, графикой. Это прекрасно. Любое творчество – это прекрасно. Хочется ей пожелать всего самого доброго и дальнейших творческих успехов. Выставку «Реерихи и Кавказы» и работы Лайлы Шуковой можно посмотреть до 2 мая. Алла Динаева, Михаил Каракелян, Вести, Крачево, Черкесия. Заглянуть в будущее можно. Уже сейчас фантастическая киноновинка «Сто лет тому вперед» с Алисой Селезневой уже в прокате. А вот насколько впечатлили новые приключения и вдохновила ли игра актеров первых зрителей с премьеры Альбина Ламкова. Алиса, я всегда буду гордиться тобой. Сто лет тому вперед о школьниках, оказавшихся в будущем. Телевизионный фильм Павла Арсенова «Гости из будущего» 1984 года не менее легендарный. Тогда советский школьник понимал значение выражения «Алиса Милофон». «Алиса Милофон! Алиса!» Ныщая картина режиссера Александра Андрющенко отвечает моде, захватившей современный российский кинематограф. Идет некоторое переосмысление жемчужины советской художественной культуры. В данном случае в круг ассоциаций попадает и легендарная повесть Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой и Коли Герасимова. Мне очень понравился этот фильм «Сто лет тому вперед». Хорошие актеры, много ярких моментов, спецэффекты. Теперь появилось желание посмотреть старый фильм «Гости из будущего». В новой экранизации повести школьники снимают сториз, сражаясь с космическими пиратами. Не думая о том, что вскоре столкнутся с ними наяву, премьера представит и совсем иную Алису Селезневу. Здесь она с розовыми волосами. Вечные темы разворачиваются на фоне контрастных пейзажей настоящего и будущего. Я бы, главное, пугана оказаться в будущем. Там, судя по фильму, все изменено, все интересно и совсем по-другому. Мне кажется, главный герой, мальчик, он очень напуган. Ему, мне кажется, очень крайне интересно, что в будущем произошло и как он вообще туда удается попасть. Яркие спецэффекты в виде космического оружия и внеземных существ не оставят зрителя равнодушным. Семейное кино уже ждет зрителя. Альбина Ламкова, Либа Станов, Вести Карачаева-Черкесия. В спорткомплексе юбилейной республиканской столицы прошел восьмой всероссийский отборочный турнир по самбо в памяти депутата Народного собрания Карачаева-Черкесии чемпиона мира по самбо Мухаммеда Кунижева. В соревнованиях приняли участие спортсмены из регионов СКФО и ЮФО. В этом году всероссийский турнир собрал лучших самбистов из регионов СКФО и ЮФО. Эти соревнования – некий трамплин для участия в первенстве России и отличная возможность для спортсменов проявить себя. Здесь собрались лучшие самбисты и отрадно видеть, что с каждым годом масштаб участников увеличивается, отмечают организаторы турнира. Чемпионы, ребята, занявшие первые места, отбираются на первенство России. Это у нас всероссийский турнир. В этом году у нас около 200 участников. Это представители Южного федерального округа Северо-Кавказского. У нас ребята приехали из Калмыкии, из Астрахани. В общем, у нас очень хороший состав в этом году. Хотелось бы поблагодарить наших постоянных спонсоров, соревнований, организаторов. Турнир – это близкие друзья, родственники. Мухаммед Кунижев обладал высоким мастерством и являлся настоящей легендой самбо для многих спортсменов. И сегодня, проводя турнир, мы отдаем дань памяти его мастерству и таланту, отмечают его друзья и те, кто его тренировал. Однажды в Пензу приехали первенства России. В гостиницу заселились. И телевизор только включили. И в телевизоре показывают, что это прием Кунижева Мухаммеда. Он, почему это говорили, он очень… ему покажешь прием, он еще сам его дорабатывал по-своему, как у него самому лучше получится и над этим работал. Мощный захват и крепкая выдержка – залог победы в схватке. Эти соревнования позволят нам не только получить бесценный опыт, но и являются своего рода стимулом для продвижения по ступеньке спортивного пьедестала, уверены самбисты. В итоге, большее количество медалей различного достоинства завоевали борцы из Карачаева-Черкесии. На втором месте спортсмены из Адгеи и на третьем участники из Ставропольского края. Альхан Ипшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. Сегодня красиво, весенний праздник, День подснежника. Цветы очень популярны и отношение к ним весьма трепетное. Подснежники – первые цветы, которые появляются после зимних холодов и, соответственно, символизируют начало весны, победу тепла над холодом и дарят надежду на лучшее. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Удивительные люди». Хороших выходных. До встречи.